здравствуйте вторая попытка записать вам видео беру попытку закашлялась постараюсь этого не сделать во второй раз сегодня я прям со шпаргалоками даже вид вид видимыми шпаргалками везде чтобы не ошибаться давайте я вам быстренько все расскажу я немножко болеют вот у меня значит что получается сегодня у меня сегодня четыре вида мяса у собачки вот у меня есть утка килограмм утки кожи здесь нет где-то какие-то пленочки в общем почти обезжиренная считаем да всю кожу выбросили все что можно было вырезать в общем на скреблая килограмм сутки нас вот здесь у меня индюшка здесь есть вот вы видите дебилет это тоже какие-то очень тоненькие где-то пленочки вот тоже она почти обезжиренная ну какие-то там пленочки где-то там немножко кусочков шкурок там половину шкурок надо конечно оставить собачки должен быть животный жир вот тоже килограмм индюшки у меня что у меня с баранинкой баранинке у меня кило 450 получилось так тоже я жир снимала где-то какие-то тоненькие пленочки то что нужно жилочки это все сохраняется это все мышечное нас одну в принципе водки все подряд мясо остальное мышечное вот и говядинка у меня два килограмма 300 грамм говядинки у меня руки у меня уже цвеклы черные вот тоже мышечное мясо говядинка вот у меня здесь получается примут с ноги там все с жилками с пленками такое именно как нужно собачки маска вот это у нас мясная часть да почти вся мясная часть есть еще у нас органы что у нас с органами будет у нас килограмм в общем окр органов будет у нас пол килограмма рубца вот мне так получилось когда его отжал этот рубец и разморозился там пола почти половина воды было он еще дотациях размораживает следующий тоже отожму воду вот и сердце у нас бычье сердце 300 грамм и 200 грамм печени телячей вот это в общем килограмм органом у меня получается этот килограмм органов пропустится носорубочку вот и смешается с прокрученными овощами здесь вот у меня в чуть подсоленной водички вот уже перемытой перечищенные овощи да вот здесь у меня полтора килограмма моркови вот и 900 грамм свекла и вот еще один перчик я туда зелененький добавила вот она тут у меня полежит минут сорок пускай вот раз дочь подоспеет и будем расстасовывать вот туда же туда же в овощи и в с органами перемешанными буду я замешивать все сыпучие тоже наша расторопша знаменитая для печеночек 10 11 грамм это получится и и вот и я возвращаюсь к отрубам в конце расскажу почему вот 90 грамм отрубей там будет и это у нас значит морские дела что у нас ламинария есть и альга как это по-русски спирулина наверно да в общем я буду брать пол дневной дозы того и пол дневной дозы того там все расписано мерная ложечка есть от производителя и буду добавлять в общем у меня 200 грамм сыпучего получится которое я всыплю туда же в овощи и органы перемолотые вот и это у меня будет как бы два замеса один замес все вместе перемешано мясной и в другом замесе перемешанные органы с овощами и сыпучим всем он миска у меня уже здесь на взлете стоит я буду мешать все это перемешивать расфасовывать будем вот а здесь вы уже на обратили внимание вот такая вот что-то странное тут у меня лежит это я вам просто чтобы показать наглядное пособие вот это вот дневная одноразовая до порция моей собаки 9 килограммовые такс очки вот вот это вот уже замороженная с прошлого замеса дневная да я их обычно так вот тут чуть-чуть на пиле так стук набунул стала у меня получается две вот такие вот половинки вот половинка до утром она уже половинку съела это вторая половинка и я к ней добавляю к этой половинке вот к этому замесу я добавляю каждый день вот такие вот тефтельки фрикадельки что это такое это отбитая куриная шейка это мясо костная составляющая вот ну я уже раньше говорила для тех кто не видел предыдущих видео объясняем вот что после двух-трех недель кормления мясом уже нужно вводить мясо костную составляющую вот и получится это по 20 грамм такие вот у меня тефтельки вот вечерняя порция чуть больше за счет вот этих тюфтелек утром она съела вот такую вот половинку и вечером она ее съест уже мясо костной составляющей вот поэтому я здесь вот и выложила вот ну и давайте вернемся к тому как порции я буду раскладывать да вот я уже приготовила пакетику такие литровые у меня пакетики вот вот я в пакетик буду складывать сначала я взвешу положу мясное составляющие мышечное мясо до который у меня четыре мяса вместе перемешанные которые будут в одной миске вот я буду туда ложить сто сто девяносто три грамма я опять-таки со шпаргалкой вот и туда же буду добавлять 115 грамм овощного просто докладывать дальше получилось 308 грамм там получается в общем 300 грамм 8 поход это нормально для моей собачки вот и вот у нас порция готова при можно в пакетике все перемешать нужно мисочку поставить на весы в мисочку все сложить обнулить сложить и потом в пакетик в пакетике их вот так вот сразу 31 пакетик разложу на весь месяц вот так вот их и буду туда все разбрасывать и потом уже будут таким образом все уже складывать морозилку промораживать принципе у меня уже все и промороженное на этот раз вот ну все равно дальше будет все морозилки чем больше проморожено тем лучше вот оно должно как минимум трое суток промораживаться если там какое-то мясо или вообще мясо не морожено лучше проморозить и поубивать всяких паразитов таким способом к чему я вернулась вот обещала в конце рассказать почему я вернулась к отрубям а это потому что у меня есть советчик хороший специалист зовут ее мария бессонова я уже вам о ней говорила вот и и данные вам оставляла под видео вот кому нужна помощь пожалуйста обращайтесь вот она вам поможет и перевести собаку на сырое питание правильно перевести чтобы не было никаких осложнений вот и если нужно особый рецепт если это проблемы со здоровьем у собачки тоже на вам может в этом помочь вот и что я еще хочу в конце моего видео вот принести мою благодарность выразить марии бессоновой вот это она с ее легкой подачи она мне посоветовала как правильно точно вот сделать вот такой рецепт вот очень надеюсь что вам рецепт понравится здесь немножко и другое разнообразие овощного и вот очень важно его минут сорок вымочить слегка подсоленной водички потому как зима потому как овощи залеженные не по сезону до зима у нас вот вот такие вот дела таким образом нитраты уберутся из овощей которые там накопились вот все всем спасибо за просмотр машеньке спасибо за помощь всего всем доброго